Здравствуйте дорогие мои любительницы вязания, домашние мастерицы. Сегодня хочу вас познакомить с моей очередной работой с такими носочками, тапочками. Хочу вам их предложить. Может быть кто-нибудь из вас посмотрев эти тапочки, посмотрев как они вяжутся, решат себе тоже связать такую же пару носков. Может быть себе, может быть своим любимым, может быть деткам. Сразу хочу сказать, носки это вяжутся на двух спицах. У них нет ни одного шва, то есть они нигде не сшиваются. Это вяжется одним полотном на двух спицах. Вязать такие тапочки, носки могут даже девчонки, которые только берут спицы в руки. Это я вам точно говорю. Но может быть будет сложный вот этот вот рисуночек для кого-то. Хорошо, не вяжите здесь рисунок. Возьмите точно так же один на один. Одну лицевую, одну изнаночную петлю, если вы с этим рисунком не справитесь или боитесь, что вы с ним не справитесь. Дело в этом, здесь не в этом рисунке. Рисунок здесь можно подобрать любой, который вы умеете вязать, если вы хотите, чтобы ваши носочки выглядели более-менее симпатично. Если вы не умеете вязать какие-то вот такие рисунки, там косички или еще что-нибудь, жгуты какие-нибудь, да плюньте на это, это не важно. Можете взять просто вот такой вот рисунок один на один, сделать резиночку и пустить ее здесь сюда. Главное здесь вам научиться, как вязать вот именно эту модельку. Как именно связать на двух спицах вот такой вот себе носки. А потом уже, научившись это все делать, вязать, связать какой-то себе здесь рисунок посередке. Это уже потом не составит большого труда. Главное, что если у вас есть под рукой клубок ниток, две спицы и огромное-огромное желание попробовать себе связать такие носки, то смело приступайте к работе. Смотрите мой ролик до конца. В роликах, кстати, будет два ролика, потому что я не хотела растягивать ролик сильно длинный, чтобы очень долго смотреть. Разделила его на две части. Поэтому смотрите ролики. В роликах в процессе вязания я буду давать несколько советов о том, как добавлять петли для размера. У меня носки получились на 35-36 размер. Если вы хотите вязать носки большего размера, тогда смотрите ролик. В процессе вязания я показываю и рассказываю, где надо добавлять петли, в каких местах, чтобы расширить ваш носок, чтобы размер носка был больше. Ну что ж, не буду занимать ваше время, дорогие мои девчонки. Давайте приступим. Начнем вязать себе пару носков. Кстати, нитки можете брать те, которые у вас есть. У меня нитка полушерстяная. Вот такая очень крепкая, хорошая. Это узбекская нитка с Узбекистана. Я сама живу в Казахстане. Вот у нас есть такая нитка узбекская. Оттуда же присылают вот эти ниточки. Ну, вы можете взять нитки, какие у вас есть под рукой. Это не столь важно. И две спицы. Можете взять прямые спицы, можете взять кольцевые спицы. Подлиньше чуть-чуть, чтобы вам было удобнее вязать. Если размер носка будет больше, то, естественно, спицы надо чуть-чуть побольше. Здесь в процессе эксперимента, может быть, первый раз вас сразу такой не получится. Да? Придется, может, немножко поэкспериментировать к себе. Но уверена, что со второй попытки вы точно себе свяжете такую пару носков. Это я вам гарантирую. Ну что ж, еще раз не буду занимать ваше время. Давайте приступим к работе. Пряжу, спицу и набираем для данного носка. На спице 22 петли. 22 петельки. 20 петель у нас основные петли плюс 2 кромочные. У меня размер вышел на 35-36 носок. Если вы, допустим, возьмете нитку тоньше, чем у меня. У меня нитка толщиной примерно со спичинку. То количество петель для 35 или 36 размера вам надо будет больше взять. Набрать вот здесь. Потому что мы вот это набираем сейчас. Вот эту часть. Вот эту часть носка. То есть носок наш вяжется вот отсюда. Сверху вниз будем идти. То есть вот эта же верх носка. Мы будем идти вот так. Мы сейчас набираем вот эту часть носка. Естественно, в конце, когда у нас здесь будет закрываться, вот эта вот часть это там, где у нас будут пальчики нашей ноги. Поэтому если вам 22 петельки будет мало для 35 размера, значит сейчас данный момент вы набираете количество петель немножко больше. Основной рисунок у нас останется такой же вот эти косички. Плюс тут будут петли одна лицевая и одна изнаночная с обеих сторон. Вы здесь просто будете добавлять больше количества петель. А вот этот рисунок у вас останется посередке. Так что в этом ничего страшного. Итак, значит, я набираю для своего размера 22 петли. Раз, два, три, четыре, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. Так, набрала я 22 петли, закрепила ниточку, чтобы она у нас не распускалась. Переворачиваем изделие изнанкой к себе. Теперь вот смотрите. Две крайние петли это у нас кромочные. Дальше с левой стороны 6 петель. Это будет резиночка 1 на 1. То есть лицевая и одна изнаночная. И с правой стороны тоже самое. Будет 6 петель. Это будет также резиночка 1 на 1. 8 петель посередке. Это будет наш основной рисунок. Еще раз повторю. Если вам это количество петель мало, то вот здесь вы добавляете еще там три или четыре петли. Это все у вас будет здесь резинка 1 на 1. Итак, первую кромочную снимаем. И еще один момент. Очень важный, основной. Посмотрите, 6 петель это у нас будет резинка 1 на 1. Дальше 8 петель у нас идет нашей косички. Но вот надо сделать так, чтобы вот эта петелька перед узором и после узора была изнаночной. Чтобы узорчик наш выделялся. Вот видите, вот здесь вот, вот эта часть. Поэтому, когда вы сейчас будете вязать на изнаночной стороне, вы провязываете сейчас петли так, чтобы вот эта 6 петля на изнаночном ряде у вас была лицевой. Просто можете отсчитать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Начинаем вязать. Первую кромочную мы снимаем. И опять не забываем о том, что у нас 6 петля должна быть лицевой. вот здесь должна быть лицевая петля. Значит здесь будет у нас изнаночная, потом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть на изнанке она у нас лицевая, на лицевой стороне она у нас будет изнаночной. Дальше идет 8 петель. Наши косички, то есть наше основного узора. Так, еще раз посчитаем, чтобы не запутаться. Еще две петельки. Теперь здесь опять остается вот 6 петель, кромочная седьмая. Значит здесь опять идет у нас лицевая, далее изнаночная и лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и в конце кромочная. Она всегда провязывается изнаночной петлей. Дальше поворачиваем теперь на лицо. Теперь вот видите у нас уже петельки для нашего рисунка распределились. И теперь просто провязываем еще два ряда по рисунку. То есть один лицевой ряд и один изнаночный ряд. Вот так вот. Все уже наши петельки распределены и уже готовы для того, чтобы начинать вязать рисунком. Но пока мы еще провяжем пару рядов для подъема. Так, закончили лицевой ряд. Поворачиваем изделие изнаночной стороной к себе и здесь точно так же провязываем все по рисунку. 4 ряда рисунка. Теперь у нас идет пятый ряд. Уже в пятом ряду мы начнем вывязывать наши косички. Сейчас мы вяжем вот отсюда, вот с этой части носка. Вот отсюда. Первые петельки, 6 петель мы провязываем по рисунку. Теперь у нас 8 петель. Делим их пополам. Это будет 4. И еще раз пополам. Это 2. Как делаем косичку. Снимаем 4 петельки на спицу. На левую. Ой, вернее на правую спицу. Затем 2 петельки подхватываем левой спицей. Аккуратненько вытаскиваем правую спицу. Придерживаем пальчиком наши петельки. И вводим вот эту правую спицу вот в эти две снятые петли. И вот так. Затем перекидываем их на левую спицу. Это пока для того, чтобы не снимать на дополнительную спицу. Но если у вас есть возможность, пожалуйста, или вы так не умеете делать, то вот эти вот две петли первые снимите на дополнительную спицу. Оставьте их за работой. Провяжите сначала первые две лицевые петельки. А потом уже провязываете две петли, которые вы будете снимать на дополнительную спицу. Но так как я этого не делала, она у меня уже здесь на левой спице находится. Поэтому я их тоже провязываю двумя лицевыми петлями. Дальше. Следующие четыре лицевых петли. Их тоже надо перекрестить. Тоже сделаем из них косичку. Поэтому точно так же снимаем на правую спицу все четыре петельки. Затем левую спицу вводим в две петли, но уже перед работой. Аккуратненько снимаем. И вот эти две петли, которые у нас остались сзади снятые, продеваем их на правую спицу. Затем перекидываем их опять на левую спицу. И провязываем все четыре петельки лицевыми петлями. Это такой, знаете, упрощенный способ делать косичку, чтобы не пользоваться дополнительной спицей. И дальше мы идем все по рисунку. Так, теперь довязав этот ряд до конца, переворачиваем изделие изнаночной стороной к себе. Вяжем шестой ряд рисунка. Все по рисунку. То есть лицевыми и подлицевыми, изнаночными и подлезнаночными. Первая кромочная у нас, как всегда, снимается. И провязываем наш рядок до конца. Закончили изнаночную сторону, повернули лицом к себе. Вот видите, у нас тут начало образоваться уже узор такой косички. Теперь, вот мы вяжем именно вот эту первую часть. Теперь, что нам надо сделать? Нам теперь надо добавить дополнительные петли. Мы будем расширять наш носок. Вот эту часть. Правую сторону и левую сторону. Мы ее будем расширять. Опять скажу, что я для своего носка с каждой стороны, с правой или с левой стороны, добавляла по 16 петель. Потому что у меня размер носка вышел 35-36. Если у вас размер носка будет больше, допустим, там 39-40, я не знаю, какой у вас будет размер носка, значит, вот это количество петель по бокам вы добавляете больше, может быть 20 петель, с обеих сторон по 20 петель, может быть там по 22 петли. Опять же, это будет зависеть от толщины вашей нитки и размера вашего носка. Повторюсь, что чем толще у вас нитка, тем размер может получиться больше. Если тонкая нитка, то размер может получиться меньше. Всегда, девчонки, это учитывайте. Поэтому я теперь добавляю на спицу еще 16 петель. Как это делается? Берем просто, поворачиваем спицу изнаночной стороной к себе, переворачиваем вот так ниточку, делаем крючочек и накидываем петельки. Так я буду делать 16 петель. 4, 5, 6 и так далее. Закончила я набирать петельки. И теперь мы вот эти 16 петель провязываем тоже лицевыми и изнаночными. Но давайте будем отталкиваться от того, что у нас уже есть здесь рисунок. То есть, одна лицевая и одна изнаночная. И чтобы наш рисунок здесь не нарушался, просто давайте отсчитаем. Вот у нас была изнаночная, лицевая, потом кромочная. Вот эта кромочная у нас будет изнаночной петлей. Дальше. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая и последняя кромочная значит кромочную мы провязываем потом у нас идет лицевая и изнаночная петля я взяла спицу немножко подлиннее потому что наше изделие уже будет расширяться значит первая с немножко неудобным длинной спицей 1 кромочную надо провязать потому что она у нас потом чтобы не распустилась а дальше у нас идет лицевая изнаночная опять лицевая изнаночная так мы все вяжем до конца вот сюда вот до рисунка здесь все провязываем лицевыми петлями нашу косичку дальше мы провязываем наши петельки которые были изнаночными лицевыми и вот здесь вот конце рисунка с левой стороны я точно также буду набирать 16 петель так как мы делали вот здесь начале здесь конце точно также я буду набирать 16 петель я набрала дополнительно 16 петель теперь переворачиваем изделие изнаночной стороной к себе и будем эти петлики провязывать точно также лицевая изнаночная лицевая изнаночная опять же учитывайте то что у вас здесь есть уже готовый рисунок поэтому от этого от этой петельки кромочные вот у вас здесь же было изнаночная как бы сейчас бы данном и на изнаночной стороне поэтому отсчитываем изнаночная лицевая и опять пошли отсчитывать изнаночная лицевая так далее и с какой петельки вам надо начинать вязать у меня получается что первая петля лицевая она как бы идет еще и кромочная сейчас секунду как бы вам эти длинные сейчас значит 1 у меня лицевая потом идет изнаночная и опять идет лицевая так я опять все провязываю до конца нашего ряда то есть провязываю до сюда провязываю здесь на изнаночные петельки и заканчиваю работу здесь все вяжем по рисунку лицевой ряд вот такой вот изделие у меня получается у вас принципе должно получиться то же самое вот это вот изделие это наша вот это вот часть носка вот отсюда вот по рисунку и вот до сюда вот эта часть носка здесь немножко просто неудобно как-то показать да вам короче вот эту вот часть носка у нас сейчас получилась вот эта часть широта поэтому я говорю если вам носок маленький по моему размеру значит вот эти петельки вы добавляете вот эти вот больше итак продолжаем вязание что мы теперь делаем теперь процессе вязки мы будем закрывать петельки то есть начнем убавлять наш носочек вот моего ширину ему сделали теперь надо нам его убавить чтобы он стал вот такой конусообразный того чтобы изделие вот такое стало для этого вот здесь 8 петель наши наш основной рисунок косичка мы его также продолжаем вязать сейчас в этом ряду мы будем уже опять вывязывать косичку дальше вот эти вот три петельки перед перед косичкой и три петельки вот эти после косички они у нас останутся неизменными мы их не трогаем то есть мы их провязываем но это наш ориентир потому что перед тремя петлями перед рисунком мы вот эти две петли будем провязывать вместе и точно также после рисунка вот эти три петли провязываем то есть изнаночная лицевая изнаночная а вот эти две петельки будем провязывать вместе и дальше будем провязывать до конца ряда итак первую кромочную мы снимаем и вяжем по рисунку до наших трех петелек перед основной косичкой вот я довязала до того места где мы начнем закрывать петельки вот мои 8 петель нашей косички три петельки перед косичкой и вот эти две петельки мы будем провязывать вместе как мы делаем их не надо провязывать две вместе надо просто пик вот эту первую петельку снять вот эту вот провязать и потом вот эту петлю снятую которую перекинуть через провязанную петлю вот мы закрыли петлю дальше провязываем 3 петельки изнаночная лицевая изнаночная и здесь мы опять вывязываем нашу косичку я вам покажу как снимать на дополнительную спицу просто я боюсь что вы с первого раза не поняли как я делала перекидывала петли итак берем дополнительную спицу первые две петельки снимаем оставляем спицу за работой провязываем две лицевые петли затем с помогательной спицы две петли переносим на левую спицу и провязываем их тоже лицевыми петлями мы одну сторону косички сделали дальше осталась вторая левая сторона косички опять берем две петельки снимаем на дополнительную спицу оставляем спицу перед работой провязываем две лицевые петельки затем дополнительной спицы снимаем две петли на левую спицу и тоже провязываем их лицевыми петлями теперь дальше вяжем по рисунку то есть три петельки первая изнаночная лицевая и изнаночная теперь мы точно также провяжем две петли вместе то есть первую петельку мы просто снимем вторую мы провяжем она у нас по рисунку была изнаночная и вот эту вот снятую петлю мы перекидываем через изнаночную петельку мы сделали две петли вместе дальше идем по рисунку до конца нашей спицы провязали ряд до конца переворачиваем изделие на изнанку и здесь ничего не меняем все вяжем по рисунку лицевые под лицевыми изнаночные под изнаночными только один момент там где мы делали две петельки вместе у вас может быть совпасть так что допустим вот здесь ведь у меня 2 изнаночные получилось ничего страшного провяжите их 2 изнаночными потом все равно на правой стороне мы будем закрывать вместе давайте провяжем нашу изнаночную сторону изнаночную сторону повернули лицом к себе вот такой вот изделие у меня получается у вас должно получиться то же самое теперь запоминаем девчонки каждом лицевом ряду мы будем закрывать вот здесь по 2 петельки то есть от рисунка отсчитываем 3 петли право изнаночная лицевая изнаночная и вот эти опять две петли будем провязывать вместе с этой стороны рисунка тоже также с левой стороны три петельки после рисунка опять две петли вместе и опять вяжем до конца опять переходим на изнанку вяжем изнаночные это мы будем закрывать петли в каждом лицевом ряду до тех пор пока у вас на спицах не останется 14 петель то есть 12 петель основного рисунка и по 2 петли кромочной получится 14 петель при этом не забываем что в каждом четвертом ряду мы начинаем вязать еще и косичку у вас должно получиться вот такое изделие вот так оно должно получиться вот так вот такая вещь еще без без подошвы просто вот такой вот конусообразное изделие то есть сейчас мы работаем отсюда закрываем вот здесь вот петельки вот здесь если обратите внимание у меня их видно вот я их закрывала и изделие при этом у меня сужалась и с обоих сторон с обеих сторон и выходим вот сюда на этот носок если у вас размер носка больше чем мой то естественно у вас должно быть не 14 петель в конце а немножко больше если у вас размер больше главное чтобы пальчики ног у вас сюда помещались можете оставить большее количество петель и так продолжаем нашу основную работу вяжем закрываем петли не забываем вывязывать наш косичку и стараемся сделать все четко и аккуратно я тоже буду вязать когда я закончу вот это основное вязание то я опять встречусь с вами и покажу дальше как вязать уже подошву на этом носке жду вас в следующем ролике будет вторая часть как вяжется вот это вот пятка как она соединяется и выходит сюда так вяжите свой носочек встретимся во второй части пока-пока девчонки и девчонки моя любительница вязания и просто гости моего канала это у нас вторая часть вязания наших вот таких вот топочков или топотушки носочки значит в первой части я рассказывала как набирать петли как распределять и добавлять еще добавочные петли для нашего носка кто не видел пожалуйста будет ссылочка перейдите посмотрите нашу первую часть вот такой носочек мы значит вывязываем сейчас у нас вторая часть первой части мы закончили тем что я предложила вам значит закрывать все петли и оставлять определенное количество петель для нашего носка то есть здесь вот у нас теперь будет мысочек вот видите какая деталька получилась у меня вот у вас тоже такая деталька должна получиться видите такая конусообразная деталька теперь мы начинаем вязать значит деталька у нас связана вот это вот видите вот так вот если приложить вот она у нас вот так подходит вот теперь будем вязать вот нашу подошву с пяткой и выходить вот сюда теперь осталась вообще очень легкая работа девчонки не переживайте если вы связали вот эту детальку то теперь уже значит подошву мы свяжем у меня значит осталось здесь 14 петель я вас тоже говорила о том что у вас должно остаться определенное количество петель но у меня 14 кто вяжет по моему образцу пожалуйста значит теперь мы что делаем мы продолжаем здесь вязать по рисунку но уже нашу косичку мы уже не вяжем просто лицевыми петельками идем в конец спицы и начнем теперь петельки свои соединять вот смотрите я довязываю предпоследнюю петлю у меня осталась последняя петля мы ее не провязываем перекидываем пока на правую спицу и вот теперь там где у нас вот видите были кромочные петли мы подхватываем их вот так вот за одну знаете как вот старайтесь так чтобы она у вас вот эта кромочная петелька которую вы будете поддевать она у нас ложилась ровненько чтобы получилось получался аккуратный вот такой вот рядочек да то есть не как попало хаотично а постарайтесь что вот этот вот петельку подхватывать ее в одном месте за одну сторону чтобы она у вас ложилась красиво очень подхватили петельку кромочную не обязательно сразу две вот так подхватывать нет можно вот одну боковую петельку да вот подхватить или заднюю или переднюю на же петель как из двух частей да состоит от петля да вот поэтому выбирайте какую-то одну часть за которую вы будете ее поддевать поддели вернули эту петельку на спицу левую и теперь уже провязали вместе вот так вытаскиваем спицу поворачиваем изделие к себе изнаночной стороной вот это получается как бы кромочная снимаем дальше вяжем по рисунку то есть у меня вот тут две изнаночные одна лицевая осталась и тут все изнаночные опять идем в конец нашей спицы это уже как бы изнаночная сторона теперь смотрите опять оставим оставляем одну петлю снимаем ее на правую спицу здесь точно так же у нас идут кромочные петельки опять подхватываем одну петельку кромочную одеваем ее на левую спицу возвращаем из петельку которую мы не провязывали и провязываем две вместе изнаночной петлей все опять переворачиваем изделие на лицо к себе снимаем первую крайнюю идем по рисунку конец нашей спицы таким образом подхватывая петельки и провязывая их вместе мы начинаем закрывать наше изделие так осталась одна петля переносим ее временно на правую спицу опять подхватываем боковую кромочную возвращаем эту петельку назад провязываем их две вместе вот и все вот видите у нас начинается подворачиваться уже изделие наше то есть начинается вывязывается вот именно вот этот носок вот здесь мы подхватываем петельку и начинает провязывать две вместе и вот он у нас начинает закрываться как видите все гениальное просто и так переворачиваем изделие к себе и опять идем в том же направлении вот так мы закрываем все петельки по краю старайтесь чтобы петельки которые вы будете подхватывать из кромочных петель находились на одном уровне друг от друга то есть не так чтобы одна здесь где-то а другую там где-то нет старайтесь чтобы каждая петелька была подхвачена друг против друга тогда у вас рядок будет ровненький изделие будет у вас ложиться ровно без всяких перекосов так петельку я перенесла на правую спицу опять подхватываем петлю переносим и провязываем их две вместе вот и все таким образом вы закрываете вот здесь вернее набираете да вот все петельки провязываете туда-обратно подхватили петлю пошли в эту сторону опять здесь на изнанке подхватили петлю провязали на лицевую подхватили петлю провязали вот таким образом вы вяжете саму подошву видите у нас вот так вот изделие получается вот она подворачивается вот так вот становится вы провязываете саму подошву и при этом ее закрываете вы доходите до этого края вот здесь вот и точно так же продолжаете закрывать здесь петельки вот отсюда вот и все девчонки давайте я тоже буду закрывать петельки дойду до этого края а потом продолжу свое вязание вот я продолжаю закрывать петли с обоих сторон видите такое вот изделие вот получается видите как то вот так вот вот я думаю что у вас тоже должно так получаться еще раз покажу вам намного проще и интереснее вязать вот так вот носок на двух спицах вот так вот идете в конец вот здесь вот еще раз говорю вот здесь вот кромочная подхватываете возвращаете последнюю непровязанную петельку и провязываете две вместе у вас всегда на спице остается 14 петель вот как я закрыла здесь да у меня 14 осталось так они у меня и остаются вот 1 2 3 4 5 6 7 вот 7 по 2 14 вот эти 14 петель они у вас остаются неизменные опять поворачиваете уже изнаночной стороной к себе эту первую петельку снимаете опять идете конец левой спицы вот последнюю петельку не провязываете снимаете ее на правую спицу здесь подхватываете петлю из кромочной петли вот подхватили ее одели левую спицу вернули эту петельку снятую на левую спицу и провязываем его вместе на изнанке изнаночная петля все поворачиваем опять лицом к себе продолжаем закрывать наши петельки по краю до сюда и потом ее вот сюда вот закрываем посмотрите я закрыла петельки и дошла вот до этой части носка тоже вот видите такой носок у меня получился вот эту подошву мы уже закрыли теперь вот на этой части мы закрываем петли и будет у нас образовываться наша пяточка закрываем точно также последнюю петельку мы не провязываем потом подхватываем значит петельку уже вот с этой стороны переносим опять петлю на левую спицу и провязываем ее вместе теперь опять возвращаемся по изнанке другой конец нашей спицы здесь точно так же последнюю петельку не провязываем пока я перекидываем на правую спицу подхватываем петельку с этого края возвращаем эту петлю на левую спицу и провязываем их вместе изнаночной петлей все опять поворачиваем изделие на лицо к себе и продолжаем точно так же закрывать все петли по краю вот до этого места вот до сюда вам здесь и вот здесь здесь у нас получается петелька берем одну изнаночную следующие будет лицевая потом опять изнаночная опять лицевая и вот так вот ее будем закрывать здесь и здесь точно так же вот до сюда вам ну чтож продолжаем закрывать наши петли девчонки вот такой зелень красный носок уже получается вот видите когда вы закрываете эту часть у вас начинает образовываться пяточка так сейчас я вот эту петельку провяжу покажу вам как должно выглядеть изделие так две вместе смотрите вот видите вот уже вывязывается пятка сейчас еще закрою несколько рядов и наш носочек будет уже почти готов вот закрыли еще одну сторону теперь вот переходим закрывать петельку вот сюда вот наверх то есть мы все петли по всему краю мы их будем закрывать так же подхватываем петельку переносим и провязываем переворачиваем изделие и идем в том же направлении идем закрывать дальше дошли до следующей петельки опять ее перекидываем на правую спицу здесь подхватываем петельку из кромочной петли эту петлю перекидываем на левую спицу и провязываем ее вместе изнаночной петлей вот так вот опять переворачиваем и продолжаем закрывать вот эту вот высоту до сюда осталось мне здесь закрыть еще последнюю петельку закрываем ее теперь нужно провязать вернее вот тут провязала еще один рядок туда-обратно потом уже закрывала петельки ну чтоб немножко сзади дочек наш носочек был чуть повыше на пяточки стороны пятки делается просто теперь уже мы ничего не закрываем просто провяжем два ряда еще один ряд изнаночные вернемся потом уже закроем наши петельки ну что ж дорогие девчонки вот и связали мы себе на зиму симпатичную теплую пару себе вот таких тапочков носков или какие как-то не знаю топотушки вот такие ну в общем называйте как хотите главное они у нас вяжутся очень легко просто доступно и даже неплохо на этом я с вами прощаюсь и не забудьте поставить палец вверх лайк если вам понравилось мое видео поделитесь пожалуйста поделитесь пожалуйста в соц сетях моим роликом пускай наши другие девчонки любительницы вязания посмотрев этот ролик может быть захотят тоже связать себе такую же пару носков для себя или для своих любимых на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго до следующих встреч целую вас пока пока